Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами, что же делать, если вы опоздали с посадкой луковичных растений, тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, ну и, конечно же, что же делать, если вы опоздали с посадкой чеснока и лука. Нынешняя слишком такая неустойчивая погода, необычная погода, теплая погода, которая вот уже ноябрь и такой зрелый ноябрь, можно сказать, осень подходит к концу, но все еще тепло. И, конечно, многие откладывают посадку лука и чеснока на более поздний период, опасаясь, что он прорастет слишком быстро и луковица истощится, плохо перезимует. Это все верно. Но бывает так, что идет тепло, 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 и вдруг внезапно приходит холод, снег, дождь, землю сковала, образовалась корка, а луковицы недосажены или вообще не посажены. Что же делать? Отложить посадку тех луковиц, которые можно посадить на весенний период, ну, лук легко посадить в весенний период, чесноком чуть-чуть сложнее, еще труднее с тюльпанами, нарциссами и гиацинтами, но на самом деле даже эти луковицы могут быть высажены и в весенний период, но мы об этом поговорим, конечно, ближе к сезону на канале Процветок. Ну, а если все-таки вот в этот поздний осенний период вы решились высадить и опасаетесь, что они не разовьются как следует, что же делать? На самом деле, даже если вы крепко опоздали с посадкой лука, чеснока и других луковичных, ничего страшного. Ситуацию можно поправить. Ну, во-первых, надо сказать, что и лук, и чеснок, но чеснок в большей степени, является весьма пластичной культурой. Ее можно сажать и в более ранние сроки, и в более поздние сроки, и частенько она, эта культура вполне удается неплохо. У меня был опыт, когда я сажал в декабре под ледяную корку, без каких-либо специальных ухищрений и дополнений, и все у меня получалось очень-очень хорошо. Но все-таки ведь очень важно, почему нам важно посадить вот эти луковицы все-таки в осенний период? Потому что для того, чтобы хорошо сформировалась головка чеснока на будущий год, абсолютно необходимо, чтобы она прошла специальное такое физиологическое состояние охлаждения. Охлаждение должно проводиться хотя бы в течение 3-4 недель до температуры 5 градусов тепла. Именно эта температура, и оптимально для того, чтобы заложились все органы, в том числе будущая луковица, в чесноке, и он дал хороший урожай. Если этот физиологический процесс пройдет неправильно, несвоевременно, будет укорочен или слишком удлинен, то это все очень отрицательно влияет на урожай. Ну, конечно, тогда подключаются и прочие факторы. Почвы, вредители, болезни, пероноспороз и так далее. И что еще очень важно, почему осенью мы их садим? Дело в том, что они должны пустить корни, довольно большие корни. Связано это с тем, что если весной корней у них хороших не будет, а они будут повреждены, например, там из-за морозов, из-за недостатка питательных веществ, еще по каким-то причинам, из-за болезней, то в этом случае луковица будет развиваться очень медленно, пропустится вот эту синхронизацию между климатическими периодами, какими там весна, лето, и длиной дня, и вот этим физиологическим состоянием. То есть все должно быть гармонизировано и синхронизировано. Луковичные трогаются в рост, а уж не говоря о цветочных, которые цветут в ранний весенний период. Для них закладка корневой системы в осенний период является самым главным. Вот этот баланс, что корни должны отрасти хорошо, а росточек не должен вырасти на поверхность и длительное время вегетировать на поверхности, он и заставляет нас выбирать вот эти вот периоды. Таким образом, если мы опоздали с посадкой чеснока, лука и всего прочего, о чем я сказал, наша задача как можно лучше простимулировать рост корневой системы. Что же нам здесь может помочь? Ну, первое, что вы можете сделать, это просто взять вот такую нормальную спящую луковицу чеснока, поместить ее в пакет, можно в пакет, вот обыкновенный пакет, только разъединить, конечно, у меня тут головки целые, а вы можете разъединить. Поместить этот пакет в холодильник, но лучше всего предварительно туда положить какую-то салфеточку, салфеточку мокрую, обязательно увлажненную, чтобы там создалась влажная камера. Некоторые недостатки кислорода, а ведь луковица дышит, выдышивает кислород, выделяет углекислый газ. У нас некоторый дефицит кислорода, влажность и умеренно прохладная температура, только надо положить такое в самое теплое место в вашем холодильнике. Или просто в прохладное место с температурой около 10 градусов. Все это в достаточно быстрый срок, примерно в течение двух недель, не больше, вызовет образование корней на луковице. И вы можете уже с корнями, только не надо дожидаться больших корней, дождитесь корней примерно сантиметр. Потому что при последующей посадке просто будут ломаться эти корни, поэтому слишком большие корни дожидаться не надо. И вы, соответственно, высадите уже с корнями такой инициированный посадочный материал. И даже если погода очень морозная, вне зависимости от этого, у вас какой-то объем корневой системы нарос, и еще немножко нарастет в почве, потому что почва сохраняет некоторую температуру положительную. Немножечко поглубже посадите, чтобы морозы туда быстро не добрались. И вы вполне догоните вот эти 2-3 недели опоздания с посадкой чеснока. То же самое касается репчатого лука. Далее. Есть еще целый ряд ускорителей, ускорителей роста. Ну, к классическим таким ускорителям роста, конечно же, относятся ауксиновые гормоны. И такие препараты, как гетероуксин и корневин, вполне могут в этом деле вам помочь. Для того, чтобы еще быстрее ускорить развитие корневой системы, то при посадке сухих вот таких, ну, можно их предварительно обработать, или бактериальными препаратами, или какими-то протравителями, какие вам нравятся, какие вы любите. У нас был ролик на эту тему. Вот взять и просто обмакнуть по инструкции, или замочить в препарате гетероуксин, или обмакнуть луковицу в препарат корневин, и высадить. Это также в значительной степени, вот здесь вот ауксины сконцентрируются, и в значительной степени улучшится рост корневой системы. Ну, то есть они проснутся гораздо быстрее. И есть еще один совершенно природный такой способ ускорения роста корней. Ну, конечно, не стоит забывать также о бактериальных препаратах. Такие препараты, как стимул, гулливер, и даже бактоген, который не имеет прямого, но имеет опосредованное влияние на скорость развития корневой системы, это очень хорошо, он ускоряет ее развитие. Вот в них можно замачивать и высаживать, и это уже будет хорошим ускорением. Или вот так вот проращивать в пакете при температуре 10, ну, максимум 15 градусов. Выше не надо, потому что пойдет расти и росточек здесь тоже. А есть еще один очень хороший природный способ, это применение природных регуляторов роста. И, наверное, единственный по-настоящему природный регулятор роста, ну, не считая, может быть, гуматов, но гуматы так, относительно природные стимуляторы, это препарат Мальтамин. Аналога препарату Мальтамин вы не найдете нигде, ни за границей, ни у себя, нигде. Это абсолютнейший ноу-хау, белорусская разработка. Препарат Мальтамин в своем составе, а производится он из ячменя. У нас когда-то, между прочим, был ролик на тему приготовления ускорителя, развития растений на основе проростков крестоцветных растений, в частности горчицы. Полюбопытствуйте, если вам интересно. Так вот, Мальтамин готовится примерно, ну, вот так же, но не совсем, конечно, по более такой технологичной схеме, по более продвинутой схеме. Но, по сути, он является вытяжкой из проростков ячменя, из зерна прорастающего ячменя, из такого, ну, так называемого, можно сказать, ростки солода, да, то есть вот эти прорастающие ростки ячменя. Он в своем составе содержит, кроме азота фосфорокалия, он содержит еще колоссальное количество различных-различных-различных аминокислот. Эти аминокислоты являются предшественниками гормонов растений, действуют достаточно мягко, но очень-очень эффективно. Препарат Мальтамин может применяться на картофеле, на моркови, на кабачках, на огурцах, капусте, томатов, на листовых растениях, на многих-многих-многих других, на зерновых, конечно же, для фермеров, кто выращивает зерновые, кукурузу, это тоже все очень хорошо. Есть, конечно, инструкция. Но что касается луковичных растений, то приготовление раствора примерно 20 мл, ну, то есть полная столовая ложка, на 4 литра воды, то есть он весьма-весьма концентрированный. И замачивание в течение суток в таком растворе луковиц, чеснока, лука, тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, это в значительной степени ускорит развитие корневой системы и получит, вы получите, позволит вам получить очень богатый урожай, даже если вы просрочили сроки, оптимальные сроки посадки этих растений. Между прочим, вот этот препарат является абсолютно незаменимым для улучшения приживаемости всевозможных саженцев. Когда вы высаживаете саженцы в грунт, особенно если они шли по почте, особенно если они выкапывались, например, осенью, и затем на рынке или где-то еще продаются из прикопа или из подвала, если они долго транспортировались, если они долго хранились, если они у вас долго хранились, то вот использование таких раствора препарата мальтамин, но уже его надо в два раза с жижи делать, то есть большая столовая ложка 20-30 мл на 10 л воды, и вот замачивание и пролив такими растворами саженцев после посадки является вещью абсолютно незаменимой. Вообще шума про использование аминокислот в сельском хозяйстве, ну, по крайней мере, в последние 5 лет очень-очень много. И вот этот как раз препарат является прекрасным комплексом аминокислот для использования в сельском хозяйстве, в том числе для предотвращения повреждения завязи плодовых растений заморозками, в том числе для восстановления плодовых растений после весенних заморозков, для предотвращения опадания завязей, И так далее, и так далее. Во всех случаях, когда мы рекомендуем использовать аминокислоты. Ну а кроме того, для тех, кто выращивает в домашних условиях биопрепараты, это прекрасная среда для выращивания биопрепаратов. Чайная ложечка препарата на литр воды плюс сахарок – прекрасная среда для наращивания биопрепаратов. Получается, что я вроде больше рассказал про мальтамин, даже чем про позднюю посадку чеснока, но я надеюсь, что это будет полезным, и мы, наверное, еще не раз вернемся к теме этого препарата. На этом я прощаюсь с вами, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok